обзор гелевой системы разберемся со всеми гелями у нас достаточно большой объем материала который мы можем предложить для моделирования для укрепления наращивания искусственных ногтей продуктов очень много и для того чтобы в них разобраться что и для чего нам нужно я сегодня сделаю обзор в специально выделяю гели в определенной очередности если будет необходимость вы можете делать скриншоты экрана для того чтобы запомнить себе и зафиксировать вопросы в процессе эфира можете задавать я с удовольствием с вами пообщаюсь так первые гели в нашей линейке это скульптурные прозрачные гели у нас их представлено 3 отличаются они между собой своими свойствами своей вязкостью и назначением для чего они используются здесь у меня представлен гель изи ван гель монофас и форм гель клер все эти гели скульптурные и прозрачные то есть у них текстура абсолютно прозрачная нет никакого замутнён никакой замутненности то есть это исключительно прозрачные скульптурные гели чем они отличаются даже в общем то посмотря на баночки можно увидеть что разная вязкостью материала когда мы говорим о гели изи ван мы должны понимать что это самый жидкий самый мягкий и самый гибкий гель в нашей линейке гель монофас имеет среднюю вязкость это уже более жидкий более твердый гель и соответственно функционал у него будет тоже немножечко другим и гель форм клер форм гель клер это более густой также прозрачный также скульптурный гель три эти материала мы можем использовать в каком варианте изи ван подойдет клиентам у которых достаточно тонкая влажная травмированная ногтевая пластина он подойдет нам для укрепления либо своего натурального ногти если он имеет длину полностью по всей поверхности можно выстроить им архитектуру но он не подойдет нам для самостоятельного наращивания изи ван не рекомендуется использовать в качестве подложки под него мы рекомендуем использовать более жесткий гель например такой как монофас архитектуры уже по поверхности выстраивать изи ваном гель монофас более универсальный в этом вопросе его мы можем использовать как для удлинения свободного края берем ногтевую пластину подготовленную устанавливаем форму и выкладываем удлинение при помощи монофас гель за счет этого мы получаем жесткую подложку гель хорошо держит арку и при этом имеет абсолютно стекловидные стекловидную такую прозрачность можно использовать как под цветное покрытие так и можно использовать его в качестве витража то есть что-то добавлять на поверхность и получать такие витражные стеклянные полупрозрачные ноготочки монофас более жесткий мы можем использовать его и удлинять и полностью выстраивать им скульптуру по поверхности выстраивать им архитектуру по вязкости он будет средний будет очень удобно им работать форм гель клер это самый жесткий гель нашей линейки он предназначен также как для удлинения так и для выстраивания скульптуры разница в его вязкости то есть по сравнению с монофазом он будет более более густым очень хорошо работать им на большой длине делать какую-то экстремальную длину например там стилеты либо моделировать арочные ногти арочный квадрат то есть максимально жесткий максимально прочный каркас мы можем получить при помощи форм гель клера прозрачные гели все три отличаются вязкостью и отличаются жесткостью от истонченных самых тонких ногтей до скажем так нормальных и до экстремально длинных вот эти продукты предназначены далее переходим к гелям которые предназначены только для удлинения в зоне свободного края то есть мы их на ложе не используем используем только для того чтобы сделать удлинение первое это форм гель натурал натурал композит софт пинг желе и форм гель ультравайт все эти гели мы используем для удлинения свободного края различаются они по цвету и по вязкости форм гель натурал это гель который имеет цвет такой натурально желтовато бежевый который подходит под цвет натурального ногтя и при наращивании развернув ручку с тыльной стороны мы видим цвет геля подходящий под натуральный ноготь получается максимально натурально он имеет среднюю вязкость он хорошо самовыравнивается можно выложить достаточно тонкую подложку и при этом обеспечить хорошую жесткость хороший каркас в виде удлинения это форм гель натурал далее натурал композит создан в нашей линейке для того чтобы выполнять запечатывание свободного края для запечатки также для удлинения на форме видите он такой достаточно густой очень вязкий похож на желе при вытягивании его палочкой он очень хорошо держит высоту у него хорошая высота стояния выкладываем его в виде самостоятельного удлинения на форме форму установили и можно выложить удлинение если вы любите материал погуще и также используем его в виде запечатывания это наша технология которую мы активно применяем при укреплении твердой гелевой системой натуральных ногтей от одного ногтевого вросток другому по всему периметру свободного края выкладывается запечатывающий кант он крепится непосредственно к торцу ногтевой пластине после чего по поверхности выкладывается скульптура выкладывается архитектура и он перекрывает торец между зону стыка между натуральным ногтем и между гелем и предохраняет ноготь от механических нагрузок когда мы ноготочками пользуемся предохраняет гель от расслаивания со стороны свободного края то есть при переворачивании ладони когда вы разворачиваете ладошку клиента и смотрите на ноготок с внутренней стороны вы видите вот ребра жесткости и видите торец который полностью запечатан гелем натурал композит и здесь у нас уже натуральный ноготь то есть мы фактически создаем такую рамочку создаем каркас для натурального ногтя чтобы натуральный ноготок не скручивался потому что когда натуральные ногти отрастают они имеют свойство скручиваться высыхать загрязняться поэтому вот как раз таки натурал композит он препятствует вот этому скручиванию и деформации натурального ногтя под гелем и защищает от расслаивания и от механических нагрузок это гели только для свободного края соответственно архитектуру полностью всю на поверхности мы этим материалом не выкладываем далее у нас также представлен гель soft pink желе это тоже густой желеобразный гель очень похож с натурал композитом по вязкости по своим свойствам по назначению отличается он световым пигментом он имеет натуральный розовый цвет также вы можете запечатывать им свободный край видите тоже вязкость и этот гель мы также используем еще в техниках френч и выкладных каким образом мы действуем для ситуации когда необходимо смоделировать тело ногтя то есть выполнить выкладной френч устанавливается форма моделируется некая подложка например прозрачным гелем там тем же самым монофазом далее на поверхности на подложке выстраивается бортик и soft pink желе розового цвета почему розового для того чтобы он подходил для скульптуры которая потом заливается по поверхности вот в таких техниках еще можно использовать soft pink желе за счет вязкости выстраивать его бортиком и следующий гель это форм гель ультра white он имеет плотный насыщенный такой чистый белый пигмент без желтизны без каких-либо дополнительных примесей он предназначен для моделирования френча при выполнении техник выкладного френча мы используем гель ультра white для удлинения свободного края ложа смоделировали при помощи soft pink желе и какого-либо скульптурного геля и свободный край уже выложили выстроили при помощи форм гель ультравайта обращаю внимание на то что форм гель ультравайт плотно пигментирован белым пигментом за счет этого требует более долгой просушки все скульптуры мы сушим две минуты ультравайт рекомендую просушить немного дольше там 3-4 минуты в зависимости от толщины свободного края который вы выстраиваете это гели использующиеся только в зоне свободного края далее мы переходим к гелям я пойду по логической цепочке по мере выхода продуктов по мере их появления в нашей линейке это гели скульптурные предназначены для выстраивания архитектуры по поверхности это означает что на натуральный ноготь мы устанавливаем форму форму удлинение на форме мы выкладываем материалом более жестким любой материал который вы выберете и вот уже по поверхности скульптуру и архитектуру вы выкладываете любым скульптурным гелем который вам и вашим клиентам подойдет по оттенку значит что касается вязкости здесь у нас представлены soft pink soft nude soft milk и milky soft milky white они имеют ну pink соответственно розовые soft nude это такая более нюдово розово-бежево скульптура soft milk имеет молочный но при этом слегка розовый оттенок и milky white имеет хороший чистый это я вот в предыдущем эфире уже немножечко подпортила его другим гелем попало он имеет чистую красивую такую молочную молочную основу скульптурные гели идеально самовыравниваются очень комфортно с ними работать они хороши для выстраивания архитектуры и вот вся вся скульптура может быть у вас на все зависит от того какой цвета вы выберете и ваши клиенты очень хорошо все эти варианты все эти варианты подходят под выполнение френча когда вы френч будете рисовать либо под цветное покрытие текстура гели позволяет работать также без опила то есть можно выстроить архитектуру по поверхности смоделировать ее гель за счет вязкости позволяет это сделать максимально чисто и максимально аккуратно и соответственно можно сказать что ноготки уже будут у вас готовы далее следующее продолжение этой линейки скульптурной это гели soft pal pink soft dark и ash pink наша новинка они также имеют различные оттенки по свойствам своим по функционалу функции у них одинаковые они нам нужны для скульптуры для наращивания искусственных ногтей опять-таки здесь смотрите выбирайте по цвету pal pink dark pink более насыщенно розовый то есть если мы их всех поставим рядышком в один ряд друг с другом они все будут иметь абсолютно разные оттенки но при этом свойства свои сохраняют свойства них одинаковые и вот наша новинка ash pink достаточно недавно вышел этот гель по вязкости он такой же как и предыдущие различаются он оттенком он такой более 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 бежевый может быть даже где-то с легкой прозрачностью для максимально таких красивых максимально легких натуральных вариантов укрепления далее двигаемся по нашей линеечке это скульптурные гели также предназначены для укрепления натуральных ногтей для наращивания для моделирования это гели цветные очень классные очень такие вот в ногу со временем тенденции здесь у нас представлен софты ирис гель эти красивый можно моделировать и при этом избегать этапа цветного покрытия то есть моделировать уже готовые ногти выбранным вам цветом софт дейзи и софт кливия также наша новинка которую мы пустили в продолжение линейки цветной посмотрите какое такое очень очень красиво и очень ярко веселое такое сочетание гели классно смотрится друг с другом можно делать и волны импровизированные и использовать переход цвета из одного в другой и получать очень классную хорошую готовую основу под например под дизайн или как в качестве самостоятельного покрытия также можно и на большую длину использовать и на небольшую на натуральные ногти выполнять укрепления вот такая красивая палитра вот такая красивая линейка и далее у нас также в линейке появилась на появились две новинки это близ гель и призм гель это все та же скульптура тоже для выстраивания архитектуры по поверхности чем они отличаются близ гель имеет камуфлирующие свойства то есть он плотно пигментирован выступает в качком в качестве камуфляжа в которой добавлен красивый такой разноцветный очень очень мелкий шиммер причем что очень нравится то что шиммер этот не имеет какого-то вот одинаковая фракция одинакового размера он разный более крупный более мелкий зеленый розовый золотой с переливами с голографическими очень такой красивый красивый вариант и призм гель призм гель также имеет в своем составе шиммер также имеет декоративные элементы но разница в том что он не камуфлирующие в полном смысле этого слова потому что у него прозрачная основа его очень классно использовать для техник витраж витражных полностью на весь ноготь только задействовать зоне свободного края такой очень красивый очень интересный вариант причем а вот этот цветной шиммер в составе очень нравится мне в сочетании с цветными скульптурами вот такими он абсолютно идеально подходит под все оттенки за счет вот абсолютно разных внутри цветных цветных вот таких пигментов под все скульптуры которых я говорила ранее цветные скульптуры скульптуры камуфлирующие в оттенках бежевых нюдовых розовых молочных это все гели для укрепления под них требуется основа основа требуется как под трехфазную систему в качестве основы мы используем жидкость которая называется nail prep это дигидратанта на влагу выводят из натуральных ногтей так как классическая гелевая система не любит влагу да то есть чуть-чуть подсушиваем далее это ультрабонд в качестве грунтовки основы и далее это базовый гель супербонд супербонд предназначен для покрытия в качестве базы натурального ногтя отвечает за прикрепление уже последующего скульптурного геля к ногтевой пластине и естественно финишное покрытие далее уже после выполнения после архитектуры мы выполняем опил и уже покрываем ноготочки финишом в качестве финиша можно использовать ну например ультрашайн очень хорошо подойдет это финишное покрытие имеющая жесткий такой он достаточно жестенький и он имеет хороший глянцевый блеск очень стойкий очень долгий поэтому в качестве покрытия финиша на классику идеально подходит именно ультрашайн такой у нас получился сегодня обзор по твердой гелевой системы системе обращайте внимание когда вы знакомитесь с каким-то гелем обязательно обращайте внимание на его функции на то в каких вариантах он используется я надеюсь что максимально понятно выстроила логическую цепочку и рассказала вам о применении достаточно широкой палитры и палитры и достаточно широкой коллекции нашей гелевой системе если у вас остались вопросы можете писать их в комментариях я буду рада на них максимально развернуто ответить всем спасибо большое за эфир всем хорошего дня до свидания